Отгремел салют, гости разъехались и жизнь столицы республики вернулась в будничное русло. Орг-комитет по празднованию 550-летия Чебоксар на завершительном совещании подвел итоги дня города. Деловая программа, встречи с жителями, череда культурных и спортивных мероприятий. 550-летие Чебоксар стало безусловно ярким событием года, который отмечала вся Чувашия. Наши города и районы показали лучшие свои достижения, лучшие творческие коллективы на набережной реки Волга. И, конечно же, это стало одним из самых ярких событий празднования 550-летия города Чебоксары. Организация мероприятия такого уровня и масштаба – титанический труд огромного количества людей. Поэтому слова благодарности звучали в тот день повсеместно. Позвольте мне от имени главы высказать слова огромной благодарности членам оргкомитета и общественного совета за ту организационную работу, которую проводили в рамках подготовки к 550-летию города Чебоксары. Он попросил сказать, что молодцы, вот такого значимого мероприятия в городе Чебоксары давно не проводились. И за это огромное спасибо. 550-летие города – мероприятие, требующее не только колоссальной подготовки, но и качественного информационного сопровождения. Памятными медалями в честь юбилея были награждены министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаил Анисимов, директор национальной телерадиокомпании «Чуваши» Вадим Ефимов, другие наши коллеги. Мы с вами провели великолепный праздник. И в этом, я считаю, заслуга всех. Заслуга республики, заслуга города, его администрации, его депутатов. Честно, хочется просто сказать, великолепно, восхитительно, здорово, большое спасибо так держать, планку ниже этой не опускать. Напоминание о высокой планке особенно актуально в преддверии двух значимых праздников следующего года – столетию образования Чувашской автономии и 75-летию Великой Победы. Подготовку к этим важным событиям нужно начинать уже сегодня. Богдана Дойникова, Валерий Юзюков, Республика.